Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Давайте начнем с подписания договоров с арабскими странами и о том, какие последствия эти договоры несут Израилю и всему окружению. Да, мы на самом деле говорим о этих договорах и даже не один раз, но на наших глазах мы видим, как подписание этих договоров меняет реальность у нас на Ближнем Востоке. И дело даже не столько в экономических выгодах, которые они приносят за собой, и не в военном союзе, который, по сути дела, под эгидой Америки создает Израиль и ряд санитских государств против братьев-мусульман и против Ирана, сколько в крушении концепции, в крушении положения, которое определяло Ближний Восток многие десятилетия. Точнее, мы думали или нам внушали, что оно определяло ситуацию на Ближнем Востоке, и сейчас на наших глазах мы видим, как разваливается этот подход, эта позиция, и на смену этой лжи проходят нормальные рабочие и очень перспективные отношения. И о чем я говорю? Я говорю о том, что нас очень долго внушали, что, мол, для того, чтобы Израиль получил свое место под солнцем на Ближнем Востоке, он должен удовлетворить любой ценой палестинских арабов. Вот пока они не примут Израиль, пока Израиль не замирится с палестинскими арабами, точнее, даже не с ними, а с ООП, организацией ООП. Что такое организация ООП? Организация освобождения Палестины. От кого организация освобождения Палестины? От евреев, разумеется. И вот пока Израиль с ней не замирится, не удовлетворит ее, никакого мира быть не может. И они фактически являются держателями ключей на эту ситуацию. И вот мы видим, как подписание двух договоров, а впереди, как мы поговорим об этом сегодня немножко позже, видимо, и еще нескольких, полностью меняет весь расклад. И в этой связи очень интересная, очень примечательная история, которая началась фактически в начале сентября. В начале сентября Американский институт государственного управления имени Кеннеди, ну, имени Кеннеди уже сразу понятно, что там за люди, при Гарвардском университете, объявил о том, что председатель исполнительного комитета ООП Сайбарикат, то есть ближайший помощник когда-то Арафата, а теперь Абумазана, приглашен для участия в качестве старшего научного сотрудника в институтский проект «Будущее дипломатии» на 2020-2021 год, учебный. То есть, понимаете, один из лидеров арабского террора, Сайбарикат, он будет учить американских студентов будущему дипломатии, вот в ближайшем году. Но на этой неделе бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США, прокурор Нил Шерт, направил письмо генеральному прокурору США Уильяму Бару, исполняющему обязанности министра внутренней безопасности Чеду Вульфу, с просьбой Арикату в выдаче визы в Соединенные Штаты отказать. Вот в своем письме Шерт подробно напомнил об очень долгой и длинной истории поддержки террора Арикатом. Снова повторю, это один из главарей ООП, Организации освобождение Палестины. И в этой поддержке террора, в истории поддержки террора Арикатом есть огромное количество и непосредственного подстрекательства, и поддержки подстрекательства, и прямого содействия террору, мы об этом еще поговорим сейчас. Поэтому в соответствии с законом США об эмиграции и натурализации, написал Шер Арикату, вступать на территорию США запрещено. Но посмотрим, как это все будет развиваться. Генеральный прокурор Барр должен принять решение. А пока что очень интересно посмотреть и как бы время, контекст времени, в котором это письмо Шера было направлено. Дело в том, что буквально 20 лет назад, в эти же самые дни, лидеры ООП, в том числе вот наш Саиб Арикат, развязали террористическую войну против Израиля, 2000 год, я напомню. Это произошло через два месяца после того, как непосредственный босс Ариката, тогда глава ООП, Ясер Арафат, отверг предложение Израиля о мире и о палестинской государственности в рамках саммита, проходившего в Кэмп Дэвиде. Тогда Баррак приехал к Клинтону, и Арафат там был, и Баррак сделал очень-очень щедрые предложения, совершенно несовместимые с существованием Израиля, но не об этом речь сейчас. Он очень много чего предложил Арафату, а Арафат в ответ развязал войну террористическую. Причем Арафат объявил эту инициированную им террористическую войну против израильтян, интифады, интифады-эль-Акса, то есть интифады Храмовой горы. И это название, по сути дела, стало сигналом всему исламскому миру о том, что именно палестинские арабы являются авангардом, стрельем всемирного джихада. И несмотря на кровавое насилие и подстрекательство к террору, и на полный отказ палестинской администрации тогдашней от всех своих обязательств жить в мире с Израилем, и на активное участие в этом всемирном джихаде, ни израильское, ни американское руководство тогда контакты с палестинской администрацией не прервало. Напротив, Израиль продолжал добиваться мира через уступки и умиротворение убийц, а в Вашингтоне по-прежнему относились к главам администрации палестинской как к надежным миротворцам, несмотря на то, что те поощряли убийства израильтян, ни в чем не повинных, евреев, жителей Израиля, и в какой-то момент количество погибших, мы помним, в 2000-е годы страшные, начало 2000-х годов, стало исчисляться сотнями. Ну и, разумеется, все международное сообщество ввело себя точно так же. А Эхуд Баран, который тогда занимал пост премьер-министра Израиля, сегодня он получает деньги от Демпартии американской, чтобы устраивать беспорядки и демонстрации в Иерусалиме против премьер-министра Натаньяо. Тогда он был сам премьер-министром, правда он был самым краткосрочным премьер-министром, буквально 9 месяцев, года даже не просидел. Так вот, он продолжал игнорировать вот это откровенное презрение, которое ему демонстрировал Арафат в Кэмп Дэвиде, и саму войну, которую Арафат эпилет, он тоже как бы не замечал. И продолжал молять Арафата о мире даже тогда, когда улицы Иерусалима и Тель-Авива, на самом деле не только этих двух городов, буквально покраснели от еврейской крови. Я хорошо помню эту ситуацию, я жил тогда в Хайфе, я помню, и в Хайфе были теракты, и в этих терактах погибали люди, которых мы лично знали, это были наши знакомые, наши близкие, это всё было как бы нигде-то далеко на Луне. А в это время в Табе на переговорах представители Барака делали ещё более щедрые предложения об уступках Израиля в рамках передачи земель в обмен на мир, чем даже то, что предлагалось раньше в Кэмп Дэвиде. Арафат всё отвергал, а число евреев, погибавших от арабского террора, продолжало расти. Потом, три месяца спустя, после того, как палестинские арабы развязали джихад, президент США Билл Клинтон объявил о своём видении мира. Видение Клинтона включало в себя, в принципе, первое тогда официальное одобрение американским правительством государственности для палестинских арабов. Клинтон был первым, который стал говорить о том, что да, палестинским арабам, а точнее организация служения в Палестине, необходимо создать собственное государство. Этого не было раньше, до него. И даже после смены руководства в Вашингтоне и в Иерусалиме администрация Буша и правительство Шарона сохраняли свою буквально рабскую преданность, иллюзии о том, что ООП якобы является партнёром Израиля по миру. Вот тогда, после 11 сентября 2001 года, Буш объявил войну всемирному террору. И объявив эту войну всемирному террору, он фактически исключил из этого определения кровавый террор палестинских арабов, которые, по сути, были первыми в этом направлении. Они были первыми, они объявили всемирный джихад, они объявили антифаду, но они выпали из этого уравнения, воевал он со всеми, кроме них. И более того, два месяца спустя, госсекретарь Буша Колин Пауэлл и вовсе заявил о том, что администрация поддерживает палестинскую государственность. Вслед за Клинтоном Буш тоже поддержал. А затем на протяжении 2007-2008 годов уже новая секретарь Буша Кандализа Райс прилагала чуть ли не маниакальные усилия, как потом Керри, добиваясь заключения мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией. Арабы всё отвергали. Почему они всё отвергали? Потому что изначально Арафату никакой государственности не нужно было. Потому что для него весь плацдарм ему нужно было для чего? Для того, чтобы обогащаться, для того, чтобы переводить деньги, которыми выдавались на создание государства, сначала ему, а теперь Абумазану, рассовывать их по своим счетам в банках по всему миру. А строить государство, заниматься детскими садами, садиками, какими-то трубопроводами, канализацией, ему всё это было совершенно неинтересно, да и не нужно. Зачем ему нужны были эти самые пионы, эти самые несчастные арабы в городах и деревнях? Он хотел обогащаться и воевать с Израилем, потому что за это ему платили. Всё остальное его не интересовало. Поэтому никакие уступки Израиля его в принципе не подходили. И вот Кандалия Зарай сдавила на Израиль, и методы её попытки достижения прогресса состояли отнюдь не в принуждении автономии палестинской прекратить поддержку террора и диверсии против Израиля. Нет. Все её усилия сосредотачивались на попытках Израиля заставить Израиль пойти ещё на большие уступки. И затем в 2008 году премьер-министр Израиля, уже тогда их удольных, сделал преемник Арафата Махмуду Аббасу даже более щедрое предложение, чем то, что сделал Барак в Таабе. То есть Израиль всё время наращивал, наращивал, был готов отдать всё больше и больше и больше. Но Аббас точно так же, как Арафат до него, даже не дослужился рассмотреть предложение Ольмерта. Снова им это вообще не нужно было. Им нужна была война до полного уничтожения Израиля, а не мир, в котором они должны будут заниматься государственностью, обустраивать как-то людей и прекратить войну против Израиля. Это их совершенно не интересовало. И поэтому Аббас в ответ ещё больше активизировал уже политический террор. Дело в том, что ещё при Шароне Фактически Израиль, по сути дела, ввёл войска в Иудею и Самарию, в те места, где находились, было сопротивление арабское. И после этого война, индифада такая кровавая, как она была в начале 2000-х годов, прекратилась. И с этого момента в Иудеи и Самарии уже не могли вести такую войну, как раньше. Поэтому они переневели войну против Израиля в поле больше политического террора через ООН, через Международные организации, через МУС, Международный уголовный суд и так далее. И параллельно как бы подпитывали финансово тех террористов, которые как бы устраивали такие одиночные, спорадические теракты, уже не организованные как следует, когда группы террористов хорошо вооружённых оружием, переданным Израилем и Америкой. А так вот там и здесь какие-то отдельные боевики их, конечно, тоже поддерживала автономия. Никуда без этого. И затем на протяжении восьми лет своего правления Барак Обама превратил, по сути дела, поддержку палестинских арабов в войну против Израиля в едва ли не свою важнейшую цель. И методом продвижения мира тоже стало беспрецедентное давление на Израиль, сопровождавшееся оскорблениями, угрозами, постоянными осуждениями. Но и тогда палестинская автономия категорически отвергла мирный план, который предлагался стороной Обамы. Но про то, почему арабы отвергали все мирные предложения, я уже сказал, но почему, чем объяснялась эта абсурдная реакция на агрессию палестинских террористов со стороны США и Израиля? Почему США и Израиль продолжали оказывать автономии, щедрую финансовую, политическую, военную поддержку, вместо того, чтобы вообще закрыть этот кровавый и бешено дорогой проект? Главная причина, видимо, заключалась в том, что до самого последнего времени международный политический и дипломатический истеблишмент неустанно внушал нам идею о том, что урегулирование конфликта, то, что я вам сказал, конфликт арабского мира с Израилем невозможно до тех пор, пока не будет решен конфликт Израиля с палестинскими арабами. И путь к разрешению этого конфликта состоял не в том, чтобы заставить палестинских арабов выбрать себе лидеров, которые бы поддержали существование с Израилем, а в том, чтобы принудить Израиль к таким уступкам, которые бы как-то умиротворили Организацию Освобождения Палестины. Я напомню снова по самому своему названию ООП, я часто не вижу, я часто расшифровываю, но Организация Освобождения Палестины не готова принять никакие уступки Израиля, пока Израиль вообще существует. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Израиль виноват тем, что он существует. И никаких других уступок здесь они просто принять не могли. И вот эту идею, которую год за годом продвигали политики и дипломаты от Вашингтона до Парижа, случалось в том, что ради достижения мира измениться должен Израиль и вовсе не палестинский араб. Но постепенно, тем временем, как бы начиная с 2000-х годов, среди израильтян, которые оказались непосредственными жертвами вот этой агрессии бешеной палестинских арабов, большинство осознало, что мирный процесс ООП с самого начала был фальшивкой. И Израилю нужно не отказаться от этого всего и взять совершенно новый курс. Но и тогда, несмотря на продолжающийся рост числа жертв и беспрецедентную кампанию для легитимации и самого права евреев на государство, которое возглавило ООП, и которое затем, как мы сейчас уже знаем, присоединились и Евросоюз, и ООН, официально Израиль сохранял свою приверженность этому фальшивому мирному процессу, по сути дела, как бы прогибаясь, подчиняясь влиятельным кругам как в мире, так и внутри страны, которые продолжали поддерживать ООП. И Израиль был вынужден принимать как бы своего врага откровенного в качестве мнимого партнера. Израильские левые, включая СМИ и руководство служб безопасности Израиля, отказывались признать необратимые последствия террористической войны, которую развязала ООП. Они никак не могли смириться с реальностью, которая буквально взрывалась вокруг них, и осознать, что организация освобождения Палестины и палестинская автономия, которой они управляют, являются врагами Израиля, а вовсе не партнерами по миру. Эти люди, левые наши, израильские, они просто не желали себе представить ситуацию, в которой города и деревни палестинских арабов оказались бы под управлением не палестинской автономии, а кого-то, чего-то другого. И у этого намеренного заблуждения, которое они вводили и самих себя, и многих израильтян, было много причин. Одни опасались арабской демографии. Мол, арабы скоро размножатся так, что станут большинством. Мы сейчас знаем, что всё это миф, что это ерунда, что наоборот, демография арабская сокращается, потому что жить в автономии плохо, неинтересно, а демография еврейская растёт, и поэтому сегодня мы уже точно знаем, что в обозримом будущем евреи являются большинством на всей территории Израиля, включая и автономию, и иудею, и самарию, и даже газу. И это большинство израильское, оно подавляющее, оно нарастающее. Но, тем не менее, эти мифы до сих пор левые наши очень любят использовать в демокрации. Другими левыми двигала ненависть к правым израильтянам вообще, то есть просто навредить своим идеологическим врагам, даже пусть ценой колоссального ущерба своей собственной стране. Но многие от крайне левых и до представителей Генерального штаба Армии обороны Израиля и высших эшелонов служб общей безопасности в Министерстве иностранных дел, они просто банально, по-человечески, не могли себе признать, не могли признаться себе в том, что они ошиблись в своей поддержке мирного процесса с Организацией Освобожденной Палестиной. Это вот как старому коммунисту советскому объяснять, что Ленин был неправый, Сталин был неправый, все они были неправы, все они преступники. Но он же прожил всю эту жизнь. Они прожили эту жизнь, прожили хорошо, весело, разъезжая между международным форумом, получая огромные деньги, откаты на всю эту. И теперь признать, что все это была ошибка, что она стоила жизни тысячам израильтян, что Израиль вообще чуть не погиб целиком. Так или иначе, но израильские истеблишменты в сферах безопасности и левые круги, они отказались осознать, что даже отсутствие хорошей альтернативы палестинской администрации под управлением ООП не превращает эту администрацию в единственное возможное решение. Они просто отказывались признать, что палестинская администрация под властью ООП это разъедающий Израиль изнутри опасный враг. И это никогда не изменится. Нельзя заставить лидеров ООП быть нашими друзьями. Они наши враги и они постоянно пытаются нас уничтожить. И поэтому Аббас постоянно, регулярно шантажировал израильских лидеров, требуя все новых и новых вливаний, миллиардов долларов из Евросоюза, из США, из Израиля и угрожая в противном случае закрыть палестинскую автономию. Мол, типа, я отдам ключи и все, разбирайтесь сами как хотите. Это очень волновало израильских лидеров. И Аббас чувствовал себя очень комфортно. Он вновь и вновь повторял свои угрозы, понимая, что его считают незаменимым человеком, главой незаменимого режима. Снова повторю, была общая концепция, которая не подвергалась сомнению, что пока Израиль не удовлетворит Аббаса, сначала Арафата, потом Аббаса, и пока они не скажут «Окей, хорошо, мы готовы признать Израиль, никакого мира на Ближнем Востоке не будет». И это была концепция, в которой мы жили на протяжении десятилетий. В конце концов, как настаивали все без исключения эксперты от Брюсселя и Бостона, до Хайфа и Тель-Авива, на Ближнем Востоке без Аббаса не может быть мира. И поэтому мировые державы покорно продолжали финансировать палестинскую автономию, а генеральный штаб армии обороны Израиля продолжал требовать от правительства Израиля продолжать перечислять средства на банковские счета Аббаса. Понимаете, деньги утекли, они, конечно, никак не улучшали ситуацию жизни арабов на местах, но Аббас распухал, распухал, как комар до сосавшейся крови, распухал от денег, которые вкачивали в него, в том числе и Израиль. И вот пришли мирные соглашения, которые подписал Израиль в Белом Доме с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахлином, а потом еще был отказ Лиги Арабских Государств от требования ООП осудить эти соглашения. И тогда мы увидели всю ущербность представления о том, что палестинские арабы вообще когда-либо являлись ключевым фактором к миру на Ближнем Востоке. Вдруг стало предельно ясно, что ООП это вовсе не ключ к миру. И она вообще не имеет никакого отношения к миру между Израилем и арабским миром. В тот момент, когда лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Бахлини решили, что мир с Израилем отвечает их интересам, они заключили мир с Израилем. И все. И отказ Лиги Арабских Государств осудить это, их решение, ясно указал на глубину поддержки отношения с Израилем среди лидеров арабских стран. Все, им наплевать на выдуманный народ палестинский, на всю эту проблему, которая оказалась вовсе не проблемой, а пшиком. И вот теперь стоит вернуться к письму Шера об Арикате. Арикат играл ключевую роль в содействии террора палестинских арабов. Он был лидером, одним из лидеров ООП и остается одним из лидеров ООП. И играл он эту роль на протяжении почти четверти века, даже больше не точно. И еще в июне, буквально совсем недавно, он живо обвинял Израиль в казни невиданного палестинского араба. А его двоюродный брат, кстати, был ликвидирован израильскими бойцами на КПП однажды к югу от Иерусалима после того, как пытался убить израильских солдат протарами своим автомобилем. Но у него ничего не получилось, его пристрелили. И этот совершенный им теракт был даже заснят на пленку, то есть там все четко, там такие свидетельства, такие улики, что никак по-другому нельзя это истолковать. И тем не менее, Арикат постарался представить это все как убийство невинного человека. Израильские солдаты совершили очередное преступление против человечества, застрелили его двоюродного брата, который просто ехал на своей машине на полной скорости и пытался врезаться в этих солдат. Ну что ж, бывает же. Но самая известная и наиболее успешная попытка Ариката оклеветать Израиль, она произошла еще в начале 2000-х годов, после тяжелых боев, которые шли в Джинине в ходе операции «Защитная стена». Вот той самой операции, когда в апреле 2002-го года израильские войска вошли в города арабские и, по сути дела, прекратили разгул террора. Джинин тогда был столицей террора во всем регионе Иудеи и Самари. И вот весной 2002-го года оттуда выходила как раз огромная часть, значительная часть всех террористов-смертников, которые буквально ежедневно, иногда по несколько раз в день взрывались в израильские города. И в Джинине, когда бойцы армии обороны Израиля заходили в этот город, подавляли сопротивление, там они столкнулись в одном из районов с очень ожесточенным сопротивлением боевиков. Там были заминированы почти буквально все здания. В этом сражении погибло 23 израильских солдата и 53 палестинских арабы. Большинство из них были вооруженные террористы, не просто так случайные люди. Но, несмотря на то, что это были вооруженные террористы, Арикат, так как он до этого изобразил своего кузена и состоящего убийцу великомучеником, он также описывал и положение с этим боем в Джинине. И он трижды появлялся тогда на СНН и уже вообвинял Израиль в убийстве более чем 500. Сказали, там 53 погибло арабы, большинство боевиков. Но он говорил о убийстве 500 ни в чем не повинных арабских мужчин, женщин и детей. И более того, он еще тогда дошел до того, что он цинично сравнил этот бой в Джинине с восстанием в Варшавском гетто. Мол, израильтяне — это нацисты, а палестинские террористы — убийцы. Это жертвы катастрофы. И вот буквально через несколько месяцев после того, как президент Дональд Трамп вступил в должность президента США, Арикату провели в США операцию по трансплантации легких. И, казалось бы, такое дело должно было вызвать у Арикату хотя бы элементарную благодарность. Но ничего подобного, даже простой вежливости не было. Сразу же после выздоровления Арикату брушился с осуждениями, оскорблениями на Трампа его старших советников Джареда Кушнера, посла Дэвида Фридмана, бывшего главного переговорщика Джейсона Гринботта, бывшего посла при ООН Никки Хейли. Оля-то он тогда написал статью в Нью-Йорк Таймс, но мы знаем, что такое сейчас Нью-Йорк Таймс, в которой заявил, что США не имеют права выступать посредником в переговорах между Израилем и ООП, потому что США слишком как бы на стороне Израиля. Но, несмотря на всю эту частично упомянутую мною выше кровавую историю уже подстрекательства к террору и пособничества к террору, Арикат никогда не привлекался к ответственности за свои действия, не говоря уже о том, чтобы заплатить за них какую-то цену. Теперь, однако, когда всем наконец стало ясно, что ООП больше не имеет к миру никакого отношения, никогда не имеет, пришло время отнестись и к Арикату, и к его коллегам по организации освобождения Палестины, как и подобает, как нужно было раньше, как давно пора было. То есть, как к злобным террористам и лжицам, кем, собственно, они всегда были и остаются до сих пор. И в этом смысле Шер абсолютно прав. Нет ни малейших причин выдавать Арикату визу в США, чтобы он мог спокойно приехать в Гарвард и поделиться там своими кровавыми наветами и подстрекательством к террору с американскими студентами. Но нет причины ограничиваться только этим невыдаванием визы. Пришло время, чтобы США и Израиль положили конец домыслам о незаменимости организации освобождения Палестины. У Израиля нет больше причин вообще перечислять какие-то средства на счета Аббаса, подкармливая тех, кто существует лишь ради нанесения вреда еврейскому государству. У правительства Израиля нет больше причин защищать палестинскую администрацию от судебных исков со стороны жертв террора. Поэтому те средства, которые Израиль перечисляет сегодня в автономии, они на самом деле по праву принадлежат тем 15 тысячам израильских семей, которые были разрушены террористической агрессией. УП. Вдумайтесь, 15 тысяч израильских семей на 10-миллионные, чуть меньше даже Израиль. 15 тысяч семей в каждой из этих семей есть погибшие. Иногда это родители, иногда это дети, иногда это родители и дети вместе. 15 тысяч семей пострадали от арабского террора вот в те годы той антифады. И виновными является не только и не столько Хамас, сколько организация освобождения Палестины. Махмуд Аббас, когда до него Арафат, Исаи Баррикат. И вот теперь те деньги, которые Израиль перечисляет этой организацией, было бы гораздо правильнее направить на компенсацию этим людям. Эра ООП фактически официально началась 13 сентября 93-го года в Белом доме, когда были подписаны соглашения ОСЛО. И попытно, что там же в Белом доме 15 сентября 20-го года, то есть 27 лет спустя, она, по сути дела, официально завершилась подписанием соглашения Авраама. И вот совершенно очевидно, что пришло время Израилю, США, да и всему остальному миру на самом деле тоже осознать эту новую реальность и начать действовать соответственно. Нам не нужен Арафат, нам не нужен Арикат, нам не нужен Аббас, нам не нужна их автономия. Мы без них всё это построим и сделаем мир и существование с арабами. Если раньше нам казалось или нас пытались убедить в том, что без ООП у нас ничего на Ближнем Востоке не получится, теперь мы видим, что получается всё и даже замечательно. И, может быть, после перерыва поговорим об этом даже более подробно. И всё это благодаря действительно совершенно гениальному разворачиванию ситуации, которого добился Тональд Три. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернёмся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос. Пожалуйста. Это можно? Да, пожалуйста. Я в прямом эфире. Вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите. Серёжа и Анатолий, добрый день. Я иногда звоню из Сорокинзова. У меня вот такой вопрос. Почему республиканцы не оглашают деяния демократов, ну, в частности, Клинтонши, вот таких плохих деяний? Почему? Или держат это в загашнике в своём? В удобный момент они как бы оглашат это. Вы знаете, что вы, наверное, смотрите нас на Фейсбук, на Ютуб, да? Да, действительно, да. Но у нас сейчас идёт немножко другая программа. Мы сейчас говорим об Израиле. Давайте, когда будет прямой эфир идти с Анатолием, вы тогда позвоните, зададите этот вопрос. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Александр. Ещё раз, Серёж, здравствуйте. Вот. Когда вы, Александр, рассказывали о Арафате и Махмуде Абате, мне вспомнился этот фильм Нестор Петрович, когда Ленин и Махно встретились, и Ленин сказал ему, у нас договор с немцами, а у тебя руки развязаны, мы тебя будем снабжать деньгами и оружием, и беих, и белых, и тем самым, а потом, когда немцы обращались к Ленину, говорят, вот ваш этот батька нас с нами воюет, как это так, у нас же мир, а он говорит, а этот батька, он сам по себе, мы его тоже не любим, он нас не слушает. Так тоже самое дает ленинскую стратегию, применяет, и Арафат применил, применял, и Махмуда базу. Вы пока этого не поймете, тогда мира у вас никогда не будет. Спасибо. Это был, скорее, не вопрос, комментарий. Спасибо за ваш звонок, давайте попробуем принять следующий. Добрый день. Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. Вы знаете, в своих воспоминаниях Билл Клинтон писал, что когда Ихуд Барак предложил ему уже сколько там, 97% территории, а другие обменяют практически, то он спросил, мол, ты не принял это, он говорит, если я с этим предложением приезду в Палестину, то меня убьют. То есть, никогда о никаком разговоре, как вы, правильно, ни о ком мире не собиралось, никто не собирался со стороны так называемой Палестинцы вести. А теперь я хочу рассказать вам очень интересно. В 77-м году, когда я выехал из Советского Союза, мы были в эмиграции в Италии, и перед нами выступал представитель Израильского посольства. Тогда налаживался мир между Египтом и Израилем. И он тогда очень интересно сказал, представитель посольства, говорит, вы знаете, Анвар Садатни, потому что он любит евреев, не любит евреев, он пришел к выводу, говорит, мы провели столько войн, воюя за палестинцев. Вот я повторяю буквально слово его слова в 77-м году. И больше всего погибает нас на фронтах. За что? За чего? Почему? И он пришел к выводу, что, во-первых, то, что он не может, во-первых, он понял, что Израиль победить в войне он не может, и поэтому он пришел к выводу, что нужно делать мир. Вы понимаете? И вот через 40 с чем-то лет к этому выводу приходят другие представители других арабских мусульманских стран. Лучше, как позже, чем никогда. Вот так. Все, спасибо большое вам с программой, я вас буду слушать. Спасибо. Спасибо большое. Но я добавлю только, что на самом деле Египет действительно пришел к выводу о том, что не может победить Израиль. Объединенные Арабские Эмираты как бы и не воевали с Израилем, но они пришли к выводу, что только вместе с Израилем они могут защитить себя, свою жизнь, свое выживание от братьев мусульман и от Ирана. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филип. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вот вам не кажется, что именно благодаря тому, что Трамп не был, так сказать, историческим политиком, он принял теорию Израиля о том, что конфликт заключается не в конфликте двух народов палестинского, израильского, а конфликт между всеми арабами и Израилем. а предыдущие все президенты шли по блокадной дорожке, вот надо помирить палестинцев с Израилем, тогда все будет хорошо. Вот не кажется ли вам, что именно в этом была вся проблема? Спасибо большое. Ну, проблем было много, но я, безусловно, с вами согласен в том, что величие Трампа, в том числе и потому, что он не пришел из политического или дипломатического истеблишмента. Трамп, он Трамп, он бизнесмен, он грубоват, он иногда говорит такие вещи, которым дипломат или политик не может себе позволить сказать. Но именно в этом как бы его величие и благодаря этому он Америку снова делает великой и он действительно принес мир на Ближний Восток. Только благодаря этому совершенно с вами согласен. Спасибо большое, Александр. А теперь давайте поговорим о том, чем важна намечающаяся нормализация Израиля с суда, отношения Израиля между Израилем и Суданом. И если останется время, время о том, как Израиль поздравил Саудовскую Аравию в Днем Независимости. Да, спасибо большое. Действительно, это очень интересные темы, потому что о них почти ничего неизвестно и почти ничего не говорят, а тем не менее они более чем достойны того, чтобы мы затронули их. Во-первых, действительно, Трамп сказал, что есть еще, по крайней мере, пять или шесть стран, которые готовы или в ближайшее время заключат мирные соглашения с Израиль, нормализацию с Израилем, и все уже гадают, что это за страны. Одним из главных претендентов, на которые делаются ставки, которые обсуждают эксперты по всему миру, это Судан. Судан — страна, которая, как сообщают нам утечки дипломатические, согласилась на требования США. С одной стороны, США исключат Судан из списка стран, поддерживающих террор, с другой стороны, Судан пойдет на нормализацию с Израилем. Кроме того, суданцы, они не объединенные Арабские Эмираты, они не такая богатая страна, они еще сказали, нам для вот счастья, как Шури Балаганову, сколько тебе нужно для счастья? Судану для счастья нужно 7 миллиардов долларов. Но это просто деньги, и это даже не американские деньги, эти деньги будут даны Объединенными Арабскими Эмиратами. У Эмиратов много денег, и они очень хотят военный союз с Израилем, им важно в арабском мире, что не только они одни, поэтому им важно подцепить и Судан тоже. Если Судан хочет 7 миллиардов для полного счастья, то Эмираты готовы эти 7 миллиардов Судану дать. Таким образом, как бы Эмираты стали нашими эмиссарами в арабском мире, и, в общем, похоже, что они сейчас работают также в направлении сделать, создать нормализацию Израиля из Малайзии и Индонезии. Это не арабские страны, но это огромные мусульманские страны. Ну, а в чем важность как бы полного мира Судану? Судану мы, казалось бы, не воюем. Где Израиль, где Судан? Во-первых, это очень важный символический момент, потому что, напомню, именно здесь, в Хартуме, в столице Судана, сразу после шестидневной войны, после того, как они продулись и потеряли огромные территории, Израиль освободил иудею Самарию, и Синай, и Газу, и голландские высоты. И вот в 67-м году в Хартуме состоялся знаменитый саммит глав арабских государств, где было выдвинуто три знаменитых нет. Нет миру с Израилем, нет признания Израиля и нет никаким-либо переговорам. А теперь что происходит? Теперь Хартум объявляет да, полному миру с Израилем, да, переговорам и да, признанию Израиля как государства еврейского народа. Это крах конфликта, о котором мы с вами говорим всё время, я повторяю это снова и снова. Это самое важное. Это важнее экономических выгод, это важнее военного союза, который Израиль создаёт. Крах конфликта на символическом уровне. Крах психологической стены о том, что с Израилем вообще нельзя иметь дело. Это сатана, это инопланетяне, они не люди. Так учили арабов. А теперь оказывается, что это соседи, нормальные соседи. Иногда можно поссориться, иногда можно подружиться, но соседи — и всё. Ни инопланетяне, ни рептилоиды, и ни пари, которыми вообще не займёт этих отношений. И это, конечно, полный шок до вот этого самого выдуманного палестинского народа, который теперь сам как бы начинает испаряться вслед за исчезновением конфликта, на котором он жил, на котором он питался. Обрушивается ложь, которую когда-то арабы сами подняли, а теперь они её отменяют. Но второй момент, очень важный, стратегический потенциал. При Амаре Хасане Аль-Башире, суданском диктаторе, который, собственно, и втащил свою страну в список поддерживающих террор, Судан был в союзе с Ираном и с Хамасом. И именно через Судан шёл поток оружия в газу. Недаром израильские беспилотники бомбили именно в Судане караваны с оружием. А теперь всё наоборот. Теперь Судан приближается к тесному контакту с Израилем. И это колоссальные изменения. Колоссальные изменения и в мозгах мусульман и арабов во всём мире. Судан давнее и особенно враждебное Израилю государство. И переход к полноценным мирным отношениям с Израилем, в том числе авиасообщения, это революционные изменения, которые действительно с одной стороны они меняют сознание наших соседей, с другой стороны они показывают, насколько сильнее и мощнее стал Израиль, который признали не просто, как Египет сказал, мы не можем его победить, а мы не можем без него существовать в регионе. И это ещё больше вводит в шок вот этот самый выдуманный палестинский народ. Они ведь утверждали, что мы только что об этом говорили. Как только с ними будет договор, то весь арабский мир придёт. А если с ними не будет договора, ничего не будет. И вот эта теория рухнула. Мир наступает, а палестинские арабы со всей их организацией со всей Палестины вообще никому больше не нужна. И это бешено беспокоит их и наших левых израильцев, ну и ваших тоже. Кроме того, Судан, он ведь расположен на берегу Красного моря, прямо напротив Саудовской Арагии и Йемена. И это очень стратегически важный район для Израиля. Судан ранее, раньше, когда он был, так сказать, ещё врагом Израиля, он призывал Турцию создать там турецкую военную базу на одном из суданских островов. Этот план как-то сошёл на нет, он провалился, а теперь Судан ещё и создаёт связь с Израилем. Это удар, это не просто как бы подарок Израиля, это ещё и удар по султану Эртогану, по его антиизраильской вообще такой вот агрессивной политике, которую он проводит в рамках действий братьев-мусульман. И, наконец, в Израиле ведь ещё остаётся несколько тысяч беженцев, так называемых беженцев из Судана. И наши злобные псевдоправозащитные организации, они всё время лгали Судан, что нельзя возвращать этих беженцев в Судан, потому что, если их вернут, они прибыли из Израиля, а у Израиля с Суданом военное отношение, и их там убьют, расстреляют, замучают. Это всё было враньё, конечно же, но теперь даже этого уже нет. И теперь всем жителям Судана, нелегально находящимся в Израиле, можно спокойно вернуться домой, потому что в Израиле и Судане отличные будут, нормализованные отношения. И это, конечно, выводит из себя наших левых. Почему? Потому что, ко всему прочему, они понимают, что сейчас не лишатся денег, которые поступали из Европы, на то, чтобы оставить нелегальных суданских, так называемых, беженцев в Израиле, чтобы, как бы, ещё больше разрушить еврейский характер государства, они получали бешеные деньги из Европы. А теперь беженцев вернут в Судан, и все эти наши правозащитники, которые сидели на миллионах евро, они останутся без подкормки из Европы. И это, конечно, ещё не считая того, что Судан — это огромная страна. Это обширные пространства для сотрудничества в области сельского хозяйства и безопасности, экономики, инфраструктуры. И, в общем, все достижения израильской промышленности, которые сейчас завоёвывают мир. То есть Судан от врага превращается в нашего друга. А Израилю, как технологической империи, нужны экспортные направления, нужны рынки сбыта, и Судан — замечательный рынок сбыта. И всё это, конечно, вводит наших левых в бешеный траур. И газета «Гаарец», которая называет себя газетой для думающих людей, мы её называем обычно «Газета для людей, думающих, что они думающие», она почти откровенно пытается, как «Нью-Йорк Таймс», кстати, пытается сорвать эти новые мирные соглашения, но у них, в общем-то, нет никаких инструментов, что они уже могут сделать Трампу и Объединённым Арабским Эмиратам, которые решили, что нужно вести вот такую политику. И всё, что мы получаем, это вот этот стон, который раздаётся со стороны наших левых, ну, а нас-то, разумеется, не может не радовать никак. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. А не могли бы вы сказать, вот какие из европейских стран, особенно, так сказать, антисемитские и главные враги Израиля, это раз, а во-вторых, а почему до сих пор они так относятся враждебно к Израилю? Если раньше это мотивировалось тем, что они были завязаны на арабской нефти, то сейчас этой уже мотивации нет, поэтому это антисемитизм, потому что он как бы всегда был антисемитизмом, или есть какие-то ещё дополнительные, так сказать, явления. Спасибо. Вы задаете вопрос, на который можно было бы целую передачу ей посвятить, но если бы очень коротко, то, во-первых, неправильно говорить, что европейские страны против Израиля, потому что европейские страны в большинстве в своём не диктатуры, а значит, там есть гражданское общество, и оно по-разному настроено к Израилю. Есть политики, которые могут быть настроены к Израилю враждебно. Как правило, сегодня в Европе враждебно к Израилю настроены левые политики, правые политики, националисты, они скорее наши друзья, а левые, всякие псевдоинтернационалисты, они наши враги. Почему? Потому что, во-первых, мы видим, как последние четверть века красные, то есть левые, очень плотно сливаются с зелёными, с братьями-мусульманами. Это происходит и у вас в США, и в Европе. Красные и зелёные вместе, и у них как бы главный враг, и то, что, так сказать, ради чего, против кого они дружат, это Израиль и евреи. Это превращает европейских левых, которые, в общем, традиционно были антисемитами, традиционно были направлены против еврейского народа и против еврейской самоидентификации. Сегодня их ещё подпитывает дружба, необходимость дружбы с братьями-мусульманами, с исламскими радикалами. Если говорить о каких-то конкретных странах, то можно говорить, например, о том, какие страны больше всего перечисляют денег тем организациям внутри Израиля, которые на эти деньги разрушают еврейский характер государства. И здесь, конечно, выделяются страны Скандинавии, к сожалению, Норвегия, Швеция, Дания. Здесь выделяется, конечно же, Франция и Испания. Теперь во всех этих странах происходят изменения. И мы видим, как, например, в Дании у власти сейчас правые, которые начинают говорить, да-да-да, но мы, конечно, хотим давать на хорошие цели деньги, но если эти деньги попадают террористам, нет, мы так не согласны. Когда их тыкают носом в том, что их деньги правительственные, государственные, пошли на поддержку террора и убийство израильтян, то они, конечно, это дело прикрывают. Это происходит во многих странах, поэтому сегодня я уже не знаю точную статистику, откуда больше всего приходит денег на разрушение государства Израиль. Раньше это были, как я уже сказал, Испания, Франция, скандинавские страны, ну и, конечно, фонды разные христианские. К сожалению, европейские, католические, особенно фонды, многие заражены антисемитизмом, это еще и религиозный антисемитизм, безусловно, и они перечисляют. Ирландия, чемпион, они много дают денег на то, чтобы разрушить государство Израиль. Спасибо. Ну и у нас осталось три минутки буквально. Был очень интересный момент. На днях у Саудовской Аравии был День независимости. И впервые в истории израильское правительство официально на своей странице на арабском языке написало очень красивое, такое вот витиеватое, как положено в арабском мире, поздравление Саудовской Аравии. Я сейчас вам прочитаю его перевод на русский язык, но он, конечно, перевод не отражает этой всей красоты и напыщенности того, как положено по-арабски говорить. Мы передаем наши искренние приветствия и наилучшие пожелания королевству Саудовской Аравии, королю и правительству и народу по случаю 90-летия национального дня. Да будет воля Творца, чтобы этот день вернулся к вам в добром здравии, в тени безопасности и процветания с нашими наилучшими пожеланиями атмосферы мира, сотрудничества и добрососедов. Ну, коротенькое сообщение на арабском языке, но важно даже не то, что Израиль его поставил на своей официальной странице, а то, как это было встречено в арабском мире, вообще не только в Саудовской Аравии. Встречено очень хорошо, очень положительно. Аравы перепощут, как бы постят его, как сейчас говорят, копируют его на своих страницах в социальных сетях, и это распространяется как такой вот пожар просто по соломе из искры. Очень для многих это настоящее откровение. И, конечно, на этом фоне видно, как и то, что вот эти самые выдуманные народ палестинский, они верещат и визжат и кричат, что Саудовская Аравия предательница интересов арабского народа, и их сами саудовцы гонят просто, потому что, мол, какое вам вообще дело, что вы лезете в наши отношения с Израилем, понимаете, изменилась ситуация, изменилась принципиальная позиция. Раньше палестинские арабы были обладателями ключей от мира Израиля со всем остальным арабским миром, сегодня их вообще никто не хочет слышать, и идите вон, не мешайте нам дружить с Израилем. На мой взгляд, это очень оптимистическая нота, на которой, видимо, мы сейчас... Давайте мы успеем принять еще один звонок, попробуем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Нет, мы вас не слышим, к сожалению. Спасибо большое. Ну что ж, Александр, огромное спасибо, и хорошей вам записи в книгу жизни в понедельник, емкий пор. в тудный день, это последнее, как бы все обжалования будут приняты, рассмотрены, и люди получат свой приговор на ближайший год, и будем надеяться и пожелаем, чтобы у всех у нас был хороший приговор в книге жизни, и чтобы у всех у нас был хороший год. До следующей встречи. До следующей встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова